Военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Караченко на пресс-конференции в Баку сказал, что вооруженных армян на территории Азербайджана быть не должно. Для проживания армянской общины в Нагорном Карабахе есть все условия. Теперь необходимо создать условия для возвращения туда азербайджанцев. При этом эксперт подчеркнул, что никаких вооруженных армян на территории Азербайджана быть не должно. Комментируя вопрос о наказании виновных в обстрелах гражданского населения мирных городов Азербайджана в ходе войны, российский эксперт отметил, что все они должны быть привлечены к ответственности международным судом. Те, кто участвовал в преступлениях против человечества в Хаджалы, должны быть привлечены к уголовной ответственности. С территории Армении также наносились ракетные удары по мирным городам. Это было сделано для того, чтобы спровоцировать ответную реакцию Азербайджана из цели вовлечения в конфликт России и ОДКБ. Удары были нанесены с территории Армении. «Я считаю, что отдавшие приказ наносить удары ночью по мирному населению, должностные лица должны быть привлечены к уголовной ответственности в рамках международного суда», заявил Игорь Караченко. Официальный представитель МИД России Мария Захарова на еженедельном брифинге сообщила, что беженцы из Азербайджана имеют право вернуться на свои земли. В соответствии с седьмым пунктом ноябрьского заявления лидер Азербайджана, России и Армении, беженцы должны вернуться на территорию Карабаха и прилегающие районы под контролем Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Она отметила, что в настоящее время наблюдается интенсивный процесс возвращения армян, которые ранее покинули свои жилища в связи с событиями прошлого года. «Мы исходим из того, что указанный пункт трехстороннего заявления распространяется на всех, кто был вынужден покинуть места своего прежнего проживания», отметила Мария Захарова. Также встретились вице-премьер-министры Азербайджана, России и Армении. Были обсуждены вопросы безопасности в Нагорном Карабахе и его окрестностях, а также открытие коммуникационных линий в регионе. Представители ЮНИСЕФ и Международного комитета Красного Креста посетили разрушенные армянами школы. Министр сказал, что зарубежные партнеры воочию увидели трагические последствия. Скоро эти учебные заведения станут еще красивее, чем раньше. Во взглядах детей победившей страны чувствовалась гордость. «Воспитание патриотов, образованных людей, сознающих свою национальную сущность, является одной из основных целей, стоящих в основе нашей системы образования», отметил министр. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова